Вашему вниманию выпуск новостей в материалах журналистов UATV. В студии для вас работает Станислав Листопад и о главном к этому часу. За минувшие сутки на Донбассе один украинский военнослужащий погиб 17 прицельных обстрелов. Как сообщили в Министерстве обороны, в Павлополе террористы вели огонь из стрелкового и снайперского оружия. При этом как минимум 75 мин выпустили из тяжелых минометов. Под минометным огнем также оказались укрепления сил АТО вблизи населенных пунктов Чермалык, Толоковка, Водяное, Авдеевка и Новотроицкая. На Луганском направлении боевики провели 4 обстрела. Тяжелое вооружение при этом не применяли. Противник продолжал обстреливать позиции вооруженных сил Украины и 120-мм минометов, всего выпустив по нашим защитникам почти сотню снарядов. За минувшие сутки российско-оккупационные войска провели 17 обстрелов украинских позиций по всей линии соприкосновения. С целью уничтожения живой силы и активных огневых средств боевиков, украинские военнослужащие 10 раз открывали ответный огонь. Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День достоинства и свободы. Четыре года назад в ответ на отказ Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации с ЕС и фактически отказ от курса на евроинтеграцию, на Майдане Незалежности начались мирные протесты. В дальнейшем из-за действий силовиков они переросли в силовое противостояние. Власти применили против активистов оружие. 106 участников протестов в Киеве были убиты, несколько тысяч участников Евромайдана пострадали. Сегодня по всей Украине проходят памятные мероприятия. Люди несут цветы к мемориальным героям Небесной Сотне. В Киеве на месте расстрела активистов Майдана прошел поминальный молебен. Это была самая страшная и одновременно самая лучшая зима в моей жизни. Наше общество сделало большой шаг вперед, но заплатило за это огромную цену. Я получил травмы. Я инвалид войны. У меня вторая группа. Я потерял глаз на Майдане в ночь с 18 на 19 февраля, защищая украинскую свободу и независимость. Ребята погибли не зря, потому что у людей изменилось сознание в лучшую сторону. Если бы не жертвовность Небесной Сотни, мы бы не победили на Востоке. 117 уголовных дел, 1800 потерпевших, 380 подозреваемых и 49 обвинительных приговоров. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в фейсбуке отчитался о результатах работы по расследованию преступлений режима Януковича. На стадии расследования уголовные дела по факту конституционного переворота против беглого президента и бывшего министра юстиции Лавриновича, по факту расстрелов на Майдане против беглого президента, экс-министра МВД и экс-главы СБУ. В суде дело по обвинению в госизмене против экс-главы фракции регионалов Ефремова. В госбюджет возвращено 39 миллиардов гривен, украденных режимом Януковича. Украина впервые отмечает День десантника. Ранее, как и в других странах СНГ, его праздновали 2 августа. Кроме даты, было принято решение переименовать высокомобильные десантные войска в десантно-штурмовые. Также украинские десантники сменили голубые береты на темно-бордовые. Именно такие используют страны-члены НАТО. Об этом заявил президент Украины во время торжественной церемонии. Петр Порошенко вручил новый флаг и принял присягу бойцов-десантников. В то же время о память погибших в боях с российским агрессором героев почтили минутой молчания. По словам главы государства, с начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибло 469 украинских десантников. Если посмотреть на современную историю вооруженных сил Украины, то нет в ней ни одной страницы, на которой не шла бы речь о воинах-десантниках и ваших подвигах. Это вы прославились в боях с российскими агрессорами за гору Карачун и Саурмогилу в обороне Донецкого и Луганского аэропортов. Воины-десантники героически боролись за освобождение и удержание стратегически важных объектов и населенных пунктов Лисичанска, Славянска, Краматорска, Красного Лимана, Рубежного, Северодонецка, Бахмута и многих других. Силовики после осмотра дома Фахри Мустафаева уехали, никого не задержали. Как удалось выяснить, это были сотрудники подконтрольного России МВД Крыма. Ранее они провели осмотр в доме его отца Мустафы Мустафаева, при этом не оставив ни одной бумаги, на основании чего проходил обыск. Силовики в дом бывшего депутата и делегата Курултая в Бахчисарае нагрянули с самого утра, предъявили постановление суда на проведение, по их словам, осмотра. Ранее Краме Human Rights Group сообщали Мустафу Мустафаева, приглашали на допрос в ФСБ вместе с другими активистами Бахчисарайского Меджлиса. Сотрудников ведомства интересовали взаимоотношения представителей Меджлиса с организаторами массовых мероприятий. На тот момент они были уже арестованы в рамках так называемого дела Хизбут-Тахрир. Приглашенным предлагали сотрудничать со следствием, так как нужны были свидетели обвинения. Украина выслала из страны первого секретаря посольства Беларуси. В Министерстве иностранных дел назвали это ответом на объявление советника посольства Украины в Беларуси Игоря Скворцова, персоной Нонграта, сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца. Ранее КГБ обвинила Сапкора украинского радио Павла Шаройко в шпионаже и в создании агентурной сети. Координацией его деятельности якобы занимался Скворцов. В национальной общественной телерадиокомпании Украины опровергают все обвинения, а в опубликованном заявлении утверждают, с украинскими спецслужбами не работают. Также отмечают, в последнее время Шаройко освещал Минский процесс и российско-белорусские учения «Запад-2017». И в России признали масштабную утечку радиации. Согласно данным Росгидромета, уровень радиационного загрязнения в 100-километровой зоне вокруг ядерного комбината «Маяк», расположенного в городе Озерск Челябинской области является экстремально высоким. Об этом европейские ученые сообщали еще в сентябре. А в октябре и начале ноября представители ряда международных организаций заявили, что с Южного Урала пришло радиоактивное облако с изотопом рутения-106. После этого российский Гринпис обратился в Росгидромет с соответствующим запросом. С полученными данными экоактивисты намерены обратиться в прокуратуру, чтобы инициировать расследование факта скрытия выбросов. Тем временем, госкорпорация «Росатом», которая принадлежит комбинат, отказывается признавать факт выбросов. В Украине официально открылся офис японского агентства международного сотрудничества. Благодаря взаимодействию с ним в Украине уже реализовали несколько успешных проектов более детально в сюжете Алены Крюско. Примером успешного сотрудничества между Украиной и Японией стала реконструкция бортнической станции «Аэрации». В 2015 году агентство международного сотрудничества Японии выдало Украине кредит на сумму около 700 миллионов долларов. Сейчас на станции уже начали проводить основные технические работы. Самое главное – это привлечение инновационных технологий, поскольку проект Бортничи, который по своей технологии, наверное, один из самых лучших в мире. И он внедряется в Украине. Агентство помогло Украине в строительстве международного терминала в аэропорту Бориспель. Кроме того, между Украиной и Японией действует программа по обмену опытом между специалистами в области медицины, инфраструктуры и промышленности. Техническая помощь была оказана в сфере образования медицины. Также она была предоставлена нашей украинской полиции. Это не только техническая или денежная помощь, а еще и технологии. Это формирование отношений посредством реальной работы. Это новые возможности, а также инновационные и модернизационные проекты. Перспективным направлением сотрудничества является реализация совместных проектов по переработке твердых бытовых отходов, сообщил вице-президент японского агентства Кадзухи Кокошикава. По его словам, новых проектов уже запланировано более чем на 3 миллиона долларов. Могу заверить вас, офис японского агентства международного сотрудничества будет тесно взаимодействовать с украинским правительством для экономического, социального развития и роста благосостояния граждан. Джайка – одно из крупнейших агентств в мире, которое оказывает помощь более чем 150 странам мира. Украина получает техническую помощь от правительства Японии с 1997 года. Алена Клеско, Александр Бугай, ЮЭй-ТВ На этом пока что все. Больше информации в следующих выпусках с моей коллегой Дарьей Вершиленко. Спасибо, что смотрите. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова